У первого на Ямале и единственного в Ноябрьске крестьянско-фермерского хозяйства Раздолия теперь свой магазин. На днях его открыли прямо на ферме в районе городской промзоны. Это была мечта наших северных крестьян Сергея и Елены Кравченко. О том, как они шли к этой цели, далее в нашей программе. Ну что ты, други мои. Ну давайте, счастливы. К этому дню Елена и Сергей Кравченко шли почти пять лет. С тех пор, как задумали на Крайнем Севере создать свое крестьянско-фермерское хозяйство. Начали с того, что купили старую пилораму и переделали дырявые заброшенные помещения в теплый хлеб для животных. Потом завезли первых поросят, ну а параллельно свернули целые горы бумажных запросов, согласований, уведомлений и тому подобное. Иногда, казалось, признавались Кравченко, что решить бумажные проблемы сложнее, чем содержать хозяйство. Но в какой-то момент птица счастья взяла семью под свое крыло. Бизнес-проект фермеров по развитию собственного дела в 2012 году администрация города признала одним из лучших и актуальных для Ноябрьска. Грант муниципалитета составил 300 тысяч рублей. Такого масштаба, как мы здесь видим, такого нету, где присутствует полный цикл. И есть большой ассортимент не в одном направлении, например, птица. Здесь мы видим, что здесь есть и птица, есть и свиньи, и бараны. То есть большой цикл, плюс еще переработка, и плюсом еще есть и изготовление полуфабрикатов. То есть здесь большой цикл производства. Такого у нас на Ямале, по крайней мере, в Ноябрьске нет. Пельмени замороженные, манты, хинкали, чебуреньки. Товар сертифицирован, имеет удостоверение качества. Приготовлен из парного мяса. На эти деньги, показывает Елена, купили холодильники и другое оборудование для производственного цеха. Ей всегда очень хотелось не просто продавать, пусть и самое свежее, самое натуральное мясо, но и наладить производство полуфабрикатов. Таких, чтобы очень занятых горожан побаловать настоящей домашней кухней. И теперь вот они, закрома с самолепными пельменями, хинкали и чебуреками. Я очень требовательна к качеству, к этому. Ну, все натуральное, никаких добавок. Чисто, аккуратненько, красиво. Я тоже работаю там, мне очень-то нравится, когда бывает, надоедает всю еду и стряпаю пельмени. Цех для производства полуфабрикатов расположен на втором этаже, магазин на первом. И в день открытия каждый покупатель мог попробовать все, что приготовили в раздолье из парного мяса, включая горячие с дымком шашлыки. Манты попробовал, шашлык попробовал, очень вкусный шашлык. Понятно, что домашняя пища, только приготовленная, не заморозка никакая. К слову, мечта ноябрьских фермеров сегодня как нельзя лучше вписывается в задачи, которые ставит губернатор округа. Речь о том, что Ямал должен сам обеспечивать себя основными продуктами питания. И рассчитывать в этом власти могут на таких, как Кравченко. Только вчера раздолье было первым в городе крестьянско-фермерским хозяйством, а сегодня это первое предприятие с полным циклом производства. Ирина Потехина, Григорий Куроптев, новости нашего города.